Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня мы продолжаем беседу с заместителем управляющего отделения Социального фонда России по Рязанской области Ириной Шитовой. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот мы с вами начали разговор про пенсии и не поговорили о такой вещи, как накопительная часть пенсии. Что это такое, как она формируется? Накопительная пенсия – это как бы неотъемлемая часть пенсионного обеспечения в целом для всех граждан Российской Федерации. Накопительная пенсия – это денежные выплаты, которые отчисляет за каждое застрахованное лицо работодатель. Также гражданин мог вступать в добровольные правоотношения, платить деньги сам, государство софинансировано. Софинансировало эти денежные средства. И есть определенная категория лиц, которые использовали материнский и семейный капитал на накопительную пенсию. Накопительная пенсия формируется не у всех категорий граждан. Она вот сейчас уже практически не формируется. Это лица с датой рождения 1967 года рождения и моложе. И с 2014 года этот накопительный элемент уже работодатели не отчисляют, все идет у нас на страховую пенсию. Но как бы эти средства инвестируются. И соответственно из этих сумм взносов и будет формироваться вот этот накопительный элемент. Также эти накопительные элементы или средства пенсионных накоплений сформировались у граждан. Вот у мужчин 53-го по 66-й год рождения и у женщин 57-го по 66-й год рождения. Когда страхователь отчислял взносы именно на накопительную составляющую с 2002 по 2004 год. То есть вот этот небольшой период времени. А как получить эту накопительную часть пенсии? Можно ли это сделать? Да, накопительная часть пенсии или саму пенсию накопительную вернее можно получить. Ее и нужно получить, если право имеется. Возникает это право при достижении прежнего возраста выхода на пенсию. Мужчины могут получить накопительную составляющую при достижении возраста 60 лет. Женщины при достижении возраста 55 лет. И опять же здесь будут учитываться все условия, определяющие право на страховую пенсию. Наличие стажа и наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов. С июля этого года изменился сам подход расчета для того, чтобы выплатить или установить накопительную пенсию и средства пенсионных накоплений. Или получить эти выплаты однократно. Он упростился. Эта процедура упростилась. Этот порядок упростился. И зависит теперь для того, чтобы определить право на назначение накопительной пенсии или разовой выплаты. Все это зависит от прожиточного минимума пенсионера на территории Российской Федерации. На текущую дату он установлен в сумме 13 290 рублей. Ранее вся формульная часть зависела, весь размер пенсии зависел индивидуально. Считалось стаж, зарплата и так далее. Сейчас эта формула проста. Например, если у гражданина накопление 100 000, то, соответственно, все это делится на ожидаемый период выплаты. Это составляющая из формулы. И на текущий момент она 264. Значит, 100 000 делится на величину 264. Получаем отделение, значит, саму накопительную пенсию в размере 379 рублей. И далее все это сравнивается с прожиточным минимумом пенсионера. То есть 379 рублей делится на 13 290. Если эта величина составляет менее 10%, то выплачивается единовременная выплата. Если более, то выплачивается, уже устанавливается накопительная пенсия. Если подвести итог, и чтобы не в формулы дальше не углубляться, можно сделать вывод следующий. Из-за того, что величина, которая берется в формулу, она постоянная, 13 290, это у нас прожиточный минимум пенсионера. И неизменяемая величина, это ожидаемый период выплаты, вот в текущем году 264, то можно сделать вывод следующий. Если у гражданина сумма средств пенсионных накоплений менее 350 000, выплату можно получить однократно, то есть разово. Если сумма пенсионных накоплений больше 350 000, то устанавливается накопительная пенсия бессрочно. Чтобы ее получить, куда можно обратиться? Для того, чтобы получить накопительную пенсию, необходимо обратиться в социальный фонд. Место жительства не имеет значения. Обращаются обычно граждане через портал государственных услуг, заявление пишется и, соответственно, выносится решение. Немножко в целом разговор про пенсии, потому что их практически ежегодно индексируют. Вот давайте поговорим, наверное, про этот год. То есть всем ли индексировали пенсию и какой процент индексации у нас в этом году? В этом году с 1 января пенсии были проиндексированы страховые на 7,5%. Это коснулось неработающих граждан. Соответственно, увеличивалась стоимость одного пенсионного коэффициента. Это 133 рубля стала стоимость. И фиксированная выплата, которая является неотъемлемой частью страховой пенсии, составила 8134 рубля. Следующий этап увеличения пенсии был с 1 апреля. Индексировались государственные пенсии. Они также проиндексировались на 7,5%. Если в количественном выражении, то страховые пенсии проиндексировались у 300 тысяч пенсионеров с 1 января, а государственные у 38 тысяч пенсионеров проиндексировались с 1 апреля. Если мы будем отмечать категорию работающих граждан, то увеличение производится у данной категории с 1 августа. Ежегодно производятся перерасчеты по взносам предыдущего года. В этом году с 1 августа произведен перерасчет работающим пенсионеров. Это коснулось более 79 тысяч наших рязанских работающих граждан. И средний размер прибавления составил 244 рубля. Это касается работающих граждан. Все в августе работающие граждане, которые осуществляют свою трудовую деятельность в 2023 году, получат прибавку в свой график доставки. Такой вопрос. В прошлой нашей передаче вы упоминали про формулу расчета будущей пенсии. И среди постоянных величин есть величина изменяющаяся. Отсюда вопрос, можно ли как-то эту величину изменить еще лучше и самому, скажем так, повлиять на свою будущую пенсию. Реально ли повлиять на свою будущую пенсию или нет? Да, формуле присутствует, как мы уже отмечали не раз в беседе, что есть величина. Это стаж и величина заработка. Конечно, все зависит от того, каким образом гражданин заботится о своей будущей пенсии. Но это не только пенсионная направленность. Если у гражданина со страхователем как бы белые отношения, то есть работодатель отчисляет все взносы, соответственно, платится больничный лист, предоставляются пособия по уходу за ребенком и все другие социально значимые льготы в отношении граждан представляются. Если у гражданин вступает в правоотношения, которые касаются серой зарплаты, соответственно, ни стажа, ни индивидуальных коэффициентов, ни других каких-то льгот не предоставляются гражданину. Соответственно, нужно в обязательном порядке как бы уточнять вопрос белой зарплаты, контролировать поступление страховых взносов с помощью сервиса через портал госуслуг, заказав выписку, и определиться, что там есть и стаж, и индивидуальные пенсионные коэффициенты, заработанные за год. И от этого будет зависеть и пенсия в будущем. А если нас смотрят, допустим, мужчины, которым исполнил 63 года в этом году, в 2024-м, куда и как им обращаться за назначением пенсии? И в целом, куда обращаться людям, чтобы им назначили пенсию? Процедура этом, это в принципе не такая сложная. Как мы говорили, формульная часть уже всем понятна, тем более в выписке из индивидуального лицевого счета содержится вся полностью информация. Если гражданину в этом году исполняется 63 года, то фактически обращается за назначением пенсии, в большей части это через портал государственных услуг в электронном виде, можно подать заявление лично обратившихся к клиентскую службу, можно через МФЦ. Ну, хотелось бы отметить такое новшество, которое уже на текущий момент применяется. Граждане обычно заботятся о своей пенсии за годи. То есть не вот в этом году. Тем более социальным фондом направляются уведомления в адрес граждан, которые достигли возраста 40-45 лет. Соответственно, женщины, мужчины. Информирование так называемое. То есть гражданин в личный кабинет на портале госуслуг получает уведомление. Я такое уведомление тоже получала. В этом уведомлении содержится информация о стаже, о сумме ИПК, которую заработал гражданин. Соответственно, можно просчитать размер пенсии на текущую дату. Вот если гражданин уже получал такое уведомление, либо в клиентскую службу он обращался в социального фонда, и все права отражены в выписке из индивидуального лицевого счета, то можно назначить пенсию в автоматическом режиме. Фактически, в преддверии достижения возраста заявление можно подать не ранее, чем за месяц. Гражданин через портал государственных услуг заполняет форму заявления. И если выбирается определенная информация, что я готов в автоматизированном режиме назначить пенсию, заполняется согласие. Согласие это о чем? Что пенсия назначает социальный фонд на основании вот этой выписки. Решение о назначении пенсии будет выполнено в течение трех часов. И через три часа уже гражданин получит опять же в личный кабинет уведомление. Пенсия назначена в определенном размере. И в течение семи рабочих дней будет организована уже первая выплата этой пенсии. У нас с вами получилась очень такая всеобъемлющая беседа. Очень много вопросов мы с вами обсудили. Но если у наших зрителей остались еще какие-то вопросы, которые, может быть, мы с вами не обсудили, которые коснулись поверхностно, куда им можно обратиться, чтобы получить ответ на свой вопрос? Можно обратиться, конечно, на нашу горячую линию отделения. Сейчас какие вопросы преимущественно интересуют граждан? Это изменения в законодательстве, которое вступает с Нового года, с 25-го, об индексации пенсии как раз работающим пенсионерам. Сейчас как бы идут массовые такие обращения, потому что, может быть, в формуле не очень понятно, но если вот на примере разложить, о котором я сейчас расскажу, как бы уже граждане будут более спокойны. То есть с Нового 2025 года, с 1 февраля, будет произведена индексация страховых пенсий, независимо от того, гражданин работает или не работает. Вот для работающих граждан будет определена следующий порядок индексации. Давайте сразу, наверное, на примере, это будет более понятно. Гражданин работающий получает пенсию 17 тысяч. С учетом пропущенных индексов, если бы он уволился, его размер составил бы пенсии 23 тысячи. С учетом введенной новой нормы по индексации пенсии, будет проиндексирована пенсия 23 тысячи. Допустим, прибавка составит тысячу. И вот этой тысячи рублей будет прибавлено к получаемому размеру пенсии 17 тысяч. Итого гражданин получит с 1 февраля 18 тысяч. А вот все пропущенные индексы, с учетом всех индексаций, гражданин получит только в случае увольнения. Может быть, гражданин на сегодняшний день может самостоятельно определиться и посчитать уже заведомо, ну, на какой-то процент, пока он только в прогнозах, и предположить, какой размер пенсии будет с 1 февраля. Данный перерасчет, как и все другие перерасчеты, социальный фонд проводит в массовом автоматическом режиме. То есть обращаться никуда не нужно будет. С 1 февраля и работающий, и неработающий получит индексацию как бы в полном объеме, который будет предусмотрено. А по всем вопросам можно обращаться, как я уже говорила, на горячую линию. Звонок бесплатный. Телефон горячей линии 8 800 200 0301. Звонок бесплатный. Можно задать вопрос, порядок, допустим, индексации. Если гражданин хочет, чтобы был озвучен определенная какая-то информация, которая касается конфиденциальности, то возможно оформить кодовое слово. Если это кодовое слово как бы будет оформлено, тогда гражданин может получить и информацию о текущем размере пенсии, и о других каких-то выплатах, на которые он претендует. Также информацию можно получить, если задать в режиме онлайн вопрос. Вопрос можно задать или в телеграм-чатах официальных, которые как бы социальный фонд создал. И, соответственно, можно получить эту информацию в клиентских службах. Ну и, в принципе, эта информация доступна у нас и в МФЦ по любым вопросам. Спасибо большое за такую действительно всеобъемлющую большую беседу. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова